всем привет друзья сегодня у нас воскресенье 13 августа 2023 года и сегодня мы с вами погуляем по побережью может быть даже удастся нам немного проехаться на автобусе на втором этаже ну и я вам сегодня хочу рассказать одну историю эта история навеяна была знаете чем вот комментариям одним под моим новым видео вы же знаете что я все комментарии ваши внимательно читаю и вот моя одна зрительница к сожалению она свое имя не пишет а у нее ник там по моему лина как-то так вот и вот она что написала после 45 плюс если женщина финансово независимо встретить подходящего мужчину без скелетов в шкафу и психических расстройств нереально все хотят легкого секса удобное для них время короче видимо надо избавляться от навязчивой идеи быть в паре видимо все таки одной быть лучше по крайней мере никто тебя не использует я живу в лондоне пишет она дальше я не про постсоветское пространство там вообще после 25 каюк и независимых женщин практически нет вот такое вот сообщение друзья конечно же я пройти мимо такого сообщения обширного из такой информации разноречивой для меня но все же интересной не могла я мимо пройти и я хочу остановиться поподробнее давайте поговорим милые женщины давайте именно об этом мы с вами и поговорим сегодня скорее всего я соглашусь с тем что на самом деле на постсоветском пространстве насколько я знаю когда я там жила я не могла найти мужчину хотя я была извините меня на 20 лет моложе чем сейчас это это было очень сложно мужчины о себе все очень высокого мнения мужчины все чаще всего эгоисты ну и потом у них зависимость если не от алкоголя тот каких-нибудь игр или каких-нибудь встреч с друзьями или зависимость от рыбалки или от интернета ну в общем знаете не хобби а зависимость называется да и вот если я в начале хотела сказать что мужчины везде одинаковые что и здесь тоже такие мужчины со зависимостями всякими и в общем с амбициями непомерными но конечно же все равно я соглашусь с тем что в европе мужчины не такие разбалованные как в россии все равно в европе найти мужчину можно еще раз говорю если только конечно постараться и приложить усилия ну и как обычно я же могу только говорить на примерах например на примерах моих подруг на примерах моих друзей конечно же на своем собственном примере тоже хочу вам рассказать и поделиться кстати вы знаете поделиться есть чем потому что вот когда я получила вот этот волшебный пендель от своей знакомой которая выходит замуж вот мы с ней знаете друг друга по очереди подбадриваем сначала я ее подбадривала что можно найти все если только пожелать а потом я как-то стала на уже разочаровываться в этом все что то не то все мужчины какие-то непонятные мне встречаются да и вообще думаю может быть действительно поздно в общем и вы же понимаете что бывает у каждого человека вот такие вот червь сомнения как называется да он все равно внутри нас сидит но тут меня поддержали меня направили и я опять вы знаете решила уже теперь прям вот серьезно заняться и не просто на сайтах бесплатных как я это делала все время я же размещала свою анкету на бесплатных сайтах знакомств таких как бада таких как plenty of fish вот но я уже не помню какие там еще я я использовала сайты но они были все бесплатные и вот наверное все таки вы знаете платный сайт или бесплатный это две большие разницы как и бесплатный сыр в мышеловке это ничего хорошего не бывает в общем слушайте меня жаба душила страшно потому что вот платный сайт который я нашла более-менее нормальные которые мне посоветовали там на три месяца подписка стоит 25 фунтов в месяц в общем конечно дороговато если на один месяц подписаться то там вообще 40 фунтов получается ну или на 6 месяцев по 20 фунтов в месяц я крутила вертела подумала что на 6 месяцев вряд ли наверное и потом меня уверили мои знакомые женщины которые там нашли уже себе мужчин на этих платных сайтах они сказали что мужчину можно найти в течение месяца в общем я как говорится подбодрившись и все-таки скрипя сердца заплатив эти 25 фунтов разместила свою анкету ну конечно же я нашла наиболее удачные фотографии конечно же я постаралась придумать там описание такое более-менее поинтереснее чтобы ну мужчину зацепить чтобы не было вот такой какой-то приснятины я уже решила что я не буду отвечать всем подряд лишь бы кому я буду сразу смотреть нравится мне мужчина только тогда будет завязываться у нас переписка то есть тратить время лишь бы с кем если видишь уже что человек абсолютно не твой и тебе не нравится я раньше как-то вроде из уважения от мне отвечала но это ни к чему не приводит так или иначе вся эта переписка сводится на нет поэтому вот так вот уже совершенно по-новому я начала свой поиск мужчин и вы знаете вот как-то даже быстро очень стали мне приходить письма и как-то результат меня удивил абсолютно интересные мужчины совершенно другой контингент ну там конечно я сама сразу поставила критерии поиска там можно все настроить кого именно ты ищешь кого именно ты хочешь и вот я написала что мужчины желательно только с высшим образованием желательно мужчины которые хотят серьезных отношений вот тут вы знаете я даже как-то немного склонялась к тому чтобы написать что брак для меня не важно но потом поговорив со своими многими знакомыми своими подругами я согласилась с их доводами что действительно если мужчине на брак наплевать если он не хочет жениться то уже строить какие-то серьезные отношения будет трудно и хотя я тоже сама еще для себя не решила нужно ли мне выходить замуж обязательно или нет это тоже чревато всякими трудностями конечно но в общем вот так да так вернемся все таки к письму моей зрительницы то вы скажете куда то я ушла и зачем я вам читала это письмо непонятно так вот вы знаете я конечно же тоже стала когда переписываться с английскими мужчинами я стала спрашивать давно ли они на этом сайте знакомств и какой опыт они имеют познакомились ли они с кем-то и что вообще они думают вот о таких виртуальных знакомствах и вы знаете то что они мне написали не все конечно но несколько мужчин вот которым я задала этот вопрос так вот два из них которые мне написали настолько шокирующие меня письма о женщинах которые здесь на этом сайте расположились женщины-англичанки как вы понимаете и я хочу просто вам зачитать даже один ответ вот мужчины он конечно пишет по-английски но я постаралась перевести для вас как смогла вот смотрите что он пишет я нашел несколько очень странных женщин здесь на сайте женщина ненавидящая мужчин которая провела все время за чашкой кофе с сигаретой рассказывая о своей ненависти к мужскому полу другая которая рассказала о своем сексуальном насилии перенесенном в детстве и что это доставляло мне очень сильный дискомфорт но она не обращала на это никакого внимания еще одна дама с тиретами что такое тиреты я честно говоря не знаю и одним одним левым глазом который двигался независимо от другого еще одна которая волочила ногу во время ходьбы и так как она использовала трехугольную цимерную раму странно что она забыла упомянуть эту деталь конечно была и пара симпатичных дам но искры никакой между нами не возникло сказать по правде когда я прочитала вот такое вот его письмо на мой вопрос его опыте здесь знакомства с женщинами знаете я была настолько шокирована я даже не могла себе представить думаю боже мой а я еще какие-то комплексы тут на себя навесила оказывается люди пойти с одним глазом с какими-то психическими проблемами женщины которые себя чувствуют абсолютно независимо и вот это вот вешают такую лапшу бедным мужчинам англичанам которые должны это все выслушивать я просто вы знаете я была поражена вот честно вам скажу я сразу подняла свою самооценку то есть я выросла в собственных глазах но и это еще не все друзья я вас еще не до конца наверное шокировала тоже так вот другой мужчина на мой вопрос об опыте его на канале он мне знаете что сказал он мне пишет что вот я очень серьезно отношусь к браку и я хочу встретить нормальную женщину построить с ней серьезные отношения но что я вижу в основном здесь женщины они хотят просто секса на один день в общем они ищут партнера сексуального на ночь и они даже этого не скрывают что в общем то еще раз меня удивило до глубины души то есть понимаете я вот например никогда не открывала анкеты женщин и не читала что они там хотят и чего они ищут на этих сайтах знакомств я в основном смотрела мужчин и иногда тоже была просто знаете возмущена тем что многие сразу пишут ой ты какая секси ой а вот что ты думаешь сексуальных отношениях и вот таким вот начинают образом сразу знакомиться так вот я как-то знаете фыркала думаю ну вообще кошмар только-только один секс у этих мужчин на уме оказывается видите что и с женщинами тоже не все в порядке я опять же честно скажу вам никогда не знаю что там сейчас на русских сайтах творится на русскоязычных странах нашего постсоветского пространства может быть тоже там сейчас все вот так но опять же я ведь говорю не о молодежи я-то ведь общалась с мужчинами 60 плюс и они тоже общались с женщинами 50 плюс 60 плюс и вот смотрите что хотят и чего ищет эти женщины на сайтах не хочу я тут конечно никого осуждать не хочу я тут рассуждать как кумушка знаете сидящая на скамеечке у подъезда всех обвинять но сказать по правде для меня вот это вот откровение мужчин такое оно было неожиданным не знаю друзья может быть только и вот так вот не повезло но факт остается фактом ну вот и если опять вернуться к письму моей зрительницы которая пишет что все хотят легкого секса в удобное для них время короче видимо надо избавляться от навязчивой идеи быть в паре вот понимаете да но вот человек на стал уже тут разочаровываться но я хочу сказать что видите все таки не все хотят секса оказывается что женщины бывают такие которые хотят секса и мужчины такие бывают которые хотят секса но они не сто процентов все такие есть и серьезные вполне поэтому избавляться от идеи быть в паре но не знаю тут опять же каждый для себя сам решает как ему удобнее жить я считаю что женщине нужен мужчина рядом и я буду оставаться на этой позиции но и я хотела немножечко еще вам рассказать о своих новых знакомствах уже на этом платном сайте очень тоже интересные есть у меня такие индивидуальные истории очень интересные мужчины но вы знаете наверное все таки я расскажу об этом следующий раз друзья я конечно же призываю вас всех подпишитесь на канал кто еще этого не сделал пожалуйста напишите что вы думаете о том что я вам сегодня рассказала пожалуйста поставьте лайк не забудьте можете даже порадовать меня донатом кто имеет такую возможность ну а я остаюсь всегда с вами я желаю вам всего доброго я желаю вам всего самого замечательного пожалуйста берегите себя в это трудное время всем удачи всем пока пока